Приветствую вас, и первым ответом на ваши вопросы я бы назвал «включение». Включение – это такое очень интересное, на мой взгляд, состояние, когда… А какие-то определенные действия людей других людей вызывают у нас эмоции далеко не самые хорошие, далеко не самые приятные, далеко не самые желаемые нам. И связано это во многом с тем, что мы приобрели за свою жизнь в плане паттернов поведения. То есть можно говорить о том, например, что действия людей вызывают в нас самих чувства, эмоции, даже нет, лучше сказать чувства. Вот это все-таки более поверхностная история. Которые были закреплены еще в детстве. Ну, прикреплены, да, имеется в виду, получили подкрепление, получили поддержку, получили обратную связь, скажем так. Вот. И соответственно, когда человек совершает какие-то действия, то это нас включает. Включает. Просто включает. И мы испытываем то, что привыкли испытывать в жизни. Ну, в результате, в ответе на внешние стимулы и раздражения. Поэтому бывают такие истории. Ключевой особенностью, ключевой особенностью данного аспекта является то, что мы ничего не меняем. Мы не меняем своего поведения. Мы не анализируем свои чувства. Мы не корректируем свое поведение. Потому что выход из себя и раздражение, это скорее сигнал. Это скорее сигнал. Сигнал к тому, чтобы мы что-то меняли. Но мы не меняем. Мы не меняем. Мы оставляем все так, как есть. Почему? Потому что либо мы обесцениваем свои желания, свои чувства и свои внутренние процессы. Говорим себе, что нет. Там, допустим, ну, например, я не имею права. Я не должна, не должен и так далее. Либо у нас есть некая определенная цель, ради которой мы, собственно говоря, жертвуем, вот, своей свободой, да, своими собственными желаниями, целями, стремлениями и так далее. И надо сказать, что единственным адекватным аргументом в сторону, ну, вот, в пользу того, чтобы с собой жертвовать, да, единственным адекватным аргументом, может, может являться только лишь наличие цели, наличие определенной жизненной цели. Вот. И не более того. То есть ничего другого, никаких других аргументов быть не может, в принципе. То есть, иными словами, если, иными словами, если вы, вот, чувствуете раздражение, да, если вы чувствуете раздражение и себя принижаете, то снова и снова, как бы, как бы, ну, позволяете себе испытывать эти чувства, чувства, да, снова и снова позволяете себе обесценивать свои желания, ну, то для этого должна быть убедительная веская причина. Вот. И единственной веской, единственной веской причиной для этого может быть только, только цель. Вот. Цель, которую вы точно знаете, цель, которую вы, ну, о которой вы имеете четкое представление, цель, которая для вас имеет, ну, важное значение. То есть вы четко знаете, что будет, когда вы там ее, ну, реализуете, когда вы ее выполните, когда вы ее достигнете. Вот. Вы четко знаете, что произойдет, как бы, по итогу, по итогу. Вот. Вы четко знаете, что произойдет по итогу. Если же этого нет, то в таком случае вы себя обесцениваете, это негативный, негативный, негативная сторона. Вашей модели поведения, негативная сторона вашей модели поведения, которую необходимо корректировать. Вот. То есть смотреть, выявлять причины обесценивания и, соответственно, уже с этими причинами обесценивания работать. Вот. Дальше. Вы задаете такой вопрос. Почему становится плохо, когда делаешь что-то для человека? Вы знаете, вот, как ни парадоксально это звучит, как ни парадоксально это звучит, но плохо становится только потому, что вы действуете в ущерб себе. То есть вы жертвуете собой. Вы жертвуете собой. И именно по этой причине, потому что вы с собой жертвуете, и именно по этой причине вам плохо. То есть это та неминуемая расплата, неизменная расплата, которая всегда имеет место быть, если человек действует, как бы, из позиции жертвы. Вот. То есть когда человек действует в позиции жертвы, то есть в ущерб себе, в ущерб себе. Вот. Вот тогда в этом случае всегда, в этом случае всегда будет плохое самочувствие, плохое ощущение, потому что это расплата. Вы делаете ущерб себе, вы хотите что-то для себя получить, но хотели бы что-то для себя получить, но вы не получаете, потому что вы, как бы, жертвуете собой, вы не можете получить ничего в принципе, да? Вот. И из-за этого, соответственно, возникает, как бы, ну, фрустрация. То есть неудовлетворенность, которая вполне нормальна, которая вполне нормальна для вашего подсознания. Для вашего тела, для вашего, для вашего, так сказать, аспекта желаний, потребностного аспекта. Потому что тело так сигнализирует, что я неудовлетворенно, мне не хватает чего-то, мне, ну, мне что-то нужно еще. Помимо, да, того, что происходит. Вот. Такие вот дела. Такая вот история. Другое дело. Другое дело. Что вам даст знание об этом? Ну, о том, почему некоторые действия людей выводят вас, допустим, из себя, да? И почему вы чувствуете себя плохо? То есть, что это даст лично вам? И мне кажется, что ничего. Кроме, кроме знания, которое вы не сможете использовать. Ничего. Понимаете, знание без применения, да, это баланс. Это просто баланс. В данном случае знание, скорее всего, будет без применения, потому что, ну, вы находитесь, как бы, в этом поведении. И вы находитесь в этой модели поведения не впервые. Вот. Не первый день. И даже не первую неделю. Вот. И, соответственно, я думаю, что, я думаю, что вам нужно, соответственно, менять в корне отношение к самой себе. Но, я также считаю, что вы, то, что вы задаете вопросы, да, то, что вы задаете вопросы, спрашиваетесь. Это хорошо. Это говорит о том, что постепенно вы понимаете, что жить дальше, вот. Так как вы живете нельзя, и что постепенно зреет такое вот понимание, что пора что-то менять. Если это первые шаги ваши на данном этапе, то я думаю, что это здорово. Вот. И я хочу вам пожелать удачи, но также хочу, чтобы вы выбрали себе специалиста, с которым пойдете по этому пути, потому что, изначально, вы, ну, скорее всего, не справитесь. Просто-напросто. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, да. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы его сделаете лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.